Доброе утро, дорогие телезрители телеканала Афонтова и, конечно, мои подписчики на моем канале Голова Садовая тетя Таня. Сегодняшняя тема, тоже удобрение, это калий серно-кислый, то есть сульфат калия. Одно слово сульфат и вы сразу понимаете, что в составе есть сера. Вот, подкисляет, еще раз, подкисляет, понимаете, да? А если растению не надо подкисления, луку, чесноку, например, а калий-то ему нужен, значит, что? Значит, у него для этого в почве должна быть зола в хорошем количестве. У растений, таких как помидор, как перец, баклажан, картофель, морковь, капуста, значит, там должна быть что? Доломитовая мука для раскисления. Правильно, молодцы, соображаете уже в лед. Кажется, мы с вами уже говорим на одном языке. Вот я попытаюсь открыть, ой, открыла, очень хорошие упаковки, прям замечательные. Выглядит оно примерно вот так. Это гранулированное, а может быть и порошкообразное. Это вещество прекрасно растворяется в воде, никаких неудобств огороднику, дачнику не доставляет. Значит, в составе, кроме того, что здесь сера и калий. Калий отвечает у нас за плодоношение. Вместе с фосфором они работают на расщепление аминокислот и производят, ну так, сложный биохимический процесс, производят сахары, крахмалы и так далее. Но здесь есть и микроэлементы. Это магний, это бор, это медь, марганец, кобальт и молибден. Вот смотрите, это называется тоже золотой стандарт, стандарт среди удобрений, потому что в составе есть редкоземы. Такое вещество, как молибден, оно связывает все удобрения, которые растворены в почве либо в воде. И вы это должны знать, потому что отсутствие молибдена, это все равно, что вы насыпали там, да, целую кучу перемешали, а оно просто стоит и просто не работает. А почвенные бактерии должны все это дело съесть. Так вот, если этого не происходит, не происходит ни роста, ни плодоношения, а уж тем более отсутствие сахаров и крахмалов. Вот показываю еще раз. Видите, гранулы в сухом виде вносить, конечно, конечно бы можно, потому что под осеннюю перекопку это все будет очень даже здорово. При весенней перекопке оно может заработать чуть позднее, чем бы вы этого хотели. Хотелось бы вам, простите, заговорилась. Но тогда ваша задача состоит в том, чтобы дать растению все в жидкой форме. Вот одна столовая ложка, примерно это вот так, вот она столовая ложка, на 10 литров воды. Запомните этот стандарт. Это не много и не мало. Это столько, сколько нужно на 10 литров воды. 10 литров воды мы используем, как правило, если это лунги растений, если это помидоры, перцы, баклажаны. Ну, после поливки водой, естественно, по 2-3 литра обязательно. Почему поливка водой? Знаете, чтобы удобрение ушло как можно глубже в землю. Это замечательное удобрение, которым мы пользуемся, когда, правильно, 1-го и 15-го августа мы даем два препарата. Один из них сульфат калия, серно-кислый калий, второй из них это суперфосфат. Вот это удобрение не является горючим. Он в сочетании с фосфором всегда великолепно работает. Значит, дважды и два удобрения сразу даем обязательно всем растениям, уходящим в зиму. А почему? Да потому что калий – это защитник от пониженной температуры, от вымерзания, промерзания, от морозобоин и так далее. И вы это должны помнить. Это святое. Без этого ничего не получится. Не кормите растения перед зимой, да, 1-го и 15-го августа, значит, и не ждите от них ничего хорошего, потому что если будет жесткая зима, а она обязательно будет, то, конечно, растения просто не выдержат. Морозобоины – страшная вещь. Вы просмотрите их обязательно, и ваши плодовые, не дай бог, могут погибнуть. Значит, не является горючим, как я уже сказала. В сочетании с любыми удобрениями ведет себя замечательно. Можно вносить, ну, под перекопку также, в принципе, столовая ложка на квадратный метр. Если это рядочек, то 6 грамм на погонный метр. Вот в лунку с картофелем, конечно, можно внести, но также не более 2 грамм. Вот столько под картофель. Вот столько под картофель, столько сульфата аммония, да. И вы должны помнить, что если вы вносите удобрения в лунку, перемешиваете все, засыпаете вот таким слоем, вот таким 5 сантиметров почвы, и только тогда ставите растение или кладете туда картофель. Вот услышьте меня, пожалуйста. Не надо корни и картофель прямо на удобрение, перегной, залу, что вы там еще сыпете без ума просто. Нельзя этого делать. Химический ожог вам будет обеспечен. Слой земли обязательно. Значит, вы все уже поняли, как им пользоваться, сколько нужно класть для того, чтобы растение чувствовало себя очень комфортно. Но могу сказать, что без калия не бывает плодоношения и без калия не бывают помидоры сладкими. Ну вот на этом пока и все.